всем привет сейчас вам расскажу как создать точку доступа вай фай с компьютера с windows 7 восьмерки и 81 будем создавать точку доступа через командную строку для этого надо открыть командную строку в режиме администратора и ввести туда пару команд эту команду копируем ее командную строку и заменяем паспорт виртуал вай фай на свой пароль и имя самой точки доступа меняем на свое так нажимаем enter должно у вас появиться вот это вот сообщение то есть точка доступа создалась теперь для того чтобы ее включить надо набрать вот эту команду появляется сообщение то что размещенная сеть запущена так теперь еще один очень важный момент заходим в центр управления сетями вот как видим появился появилась точка доступа сама вот ее имя снизу теперь надо на нее передать интернет то есть сделать общий доступ здесь зависимость от провайдера будет общий доступ включаться по-разному если у вас идет через vpn как у меня то будет примерно вот так щелкаем на само vpn подключение свойства ставим галочку разрешить другим пользователям сети используя подключение по интернету и выбираем само подключение так если у вас какое-то другое подключение vpn а например сразу напрямую интернет подается с локальной сети то надо будет тыкнуть на саму локальную сеть доступ и тут точно так же теперь еще момент чтоб каждый раз не заходить в консоль не вводить вот эту вот команду для включения вай фай можно создать батник сейчас покажу как это делается создадим текстовый документ ну и вводим сюда эту команду сохраняем изменяем расширение файла на бат включить вай файл например его можно чтобы изменить значок его надо будет закинуть какую-нибудь папочку и вынесет вынести руку на рабочий стол а тут уже можно изменить значок на какой вам понравится так и чтобы включить вай файл надо будет тыкнуть на нем правым кликом и запустить от имени инвестатора все . доступа вай файл создана и включена так это будет очень удобно если у вас нет роутера под рукой имеется только ноутбук ну как вы все знаете то что в наше время сейчас во всех ноутбуках вай фай уже встроено например с ноутбука создите такую точку доступа и можно будет легко не подключать другие ноутбуки планшеты смартфон и так далее всем спасибо надеюсь информация будет очень полезно спасибо за просмотр! Продолжение следует...